Положение следует. На прошлой неделе, в 37-м выпуске рубрики «Автохамма» показали нарушителя на автомобиле «Опель Астра». Водитель проехал под запрещающий знак, а потом, завидев камеру, скрылся от автоинспекторов. Сразу после рейда его объявили в розыск и поймали. Но, как оказалось, водитель не так прост, как кажется. Автомобиль узнала одна из телезрительниц. Она позвонила в редакцию и рассказала свою историю. Обо всем в подробностях. Роман Гальперин. Сегодняшний выпуск рубрики «Автохамм» мы решили посвятить одному герою. Точнее, антигерою. Ровно неделю назад, во время нашего последнего рейда с сотрудниками ГИБДД, он проехал под кирпич, а отвечать за содеянное не захотел. Просить такое стражи порядка не смогли. Горе водителя объявили в розыск. Сегодня в 19.10 ее задержал патрульный экипаж наш. Значит, водитель был доставлен к нам сюда в ГАИ, в отдел ГАИ. И привлечен к строгой ответственности в соответствии с кодексом об административной ответственности. Было составлено два административных протокола на него. Сумма штрафа составила почти 6 тысяч рублей. 5 за проезд под кирпич и 800 рублей за неподчинение стражам порядка. 20-летний водитель обещал, что такого больше не повторится. Но, как оказалось, это далеко не единственная выходка молодого человека. Буквально на следующий день после выхода сюжета к нам в редакцию обратилась девушка. Общаться с нами на камеру не захотела, но в личной беседе рассказала, что 2 июля она вместе с мужем и другом семьи возвращалась домой. По дороге из Юбилейного их обогнал и подрезал тот самый автомобиль Opel Astra. Ни с водителем, ни с его пассажиром семья раньше не была знакома. Недалеко от городского авторынка иномарка ударила автомобиль в бок, и та улетела в столб. После чего из Opel выбежали двое молодых людей. Они напали на пострадавших. Девушка получила сотрясение мозга. По состоянию здоровья ей пришлось уволиться с работы. Как утверждает участница конфликта, от правосудия молодой человек ушел. Якобы потому, что его папа заместитель главы администрации одного из районов. Надеюсь, после выхода этого сюжета стиль его вождения изменится. Ну а если вы стали свидетелем хамства на дорогах Саратовой области, присылайте свои видеоматериалы на наш электронный адрес tvnewssobakatntdfisaratov.ru Давайте бороться с автохамами вместе. Субтитры создавал DimaTorzok